добрый день друзья хочу поговорить на тему финансовых расходов связанных с картингом ну как бы такая зарисовочка из жизни обычного нищеброда родителя и так как бы кто не знает мой сын едет в классе rotax max mini уже третий год вводится колеса взрослых размеров то есть это шины моджо d2 и диски соответственно 130 на 210 ширина в отличие от прошлых лет когда мы ездили на детских колесах 110 на 140 резине c2 то есть я в принципе зная об этих изменениях уже детские диски с резиной то что у меня было я продал получил на этом заработал 7000 рублей мне предстоит покупка двух комплектов взрослых дисков крайне желательно чтобы они были оснащены с топорами которые не позволяют распортироваться колесо при большой поперечной нагрузки плюс мне нужны шины новые новый комплект дисков дуглас на в интернет-магазине open card именно со стопорами такой какой мне нужен стоит восемь с половиной два комплекта соответственно обойдутся 17 тысяч рублей комплект резины моджо d2 новый стоит 13 17 плюс 13 равно 30 то есть на второй комплект дисков у меня есть комплект бушный d2 на которой мы будем там обкатывать моторку со переборки и въезжать вообще в сезон я по жизни являюсь поклонником как бы приверженцем новой резины бушную резину я не люблю по одной простой причине что они дает никакой гарантии что на ней можно будет нормально быстро ехать очень редко получалось так что я брал бушную резину и все у нас с ней получалось она работала в основном это комплекты которые уже свое подходили они были или перегреты в свое время или они сильно изношены или еще какой-то с ними произошел ли они уже высохли будучи уже давным-давно брошенные то есть те деньги которые так или иначе приходится платить за был резину они абсолютно практически полностью получается потрачены зря и я как бы всем пытаюсь донести что один раз если вы покупаете комплект новой резины для тренировок именно ваш ребенок едет на ней сразу хорошо ему не надо бороться с машиной бороться с тем что постоянно скольжение в поворотах вот нормальное время сразу показывает и вы будете работать с ним именно на улучшение результата а не на попытку что-то показать и на борьбу с этой вот машины не управляемый и есть такой стереотип что надо поставить плохую резину на тренировке это вообще просто заблуждение это не надо ему поддаваться заблуждению если вы хоть я думаю что все кто занимается кардингом так или иначе хотят результата сделать и нужно добиться эффективности вложения своих средств то есть деньги на вкладывать эффективно в первую очередь то есть максимально эффективное вложение в данном случае это покупка именно новой резины для тренировок учитесь ее экономно расходовать учитесь работать с давлением учитесь работать пилот как можно меньше совершал лишних движений рулем там и прочее так или иначе вот это самый эффективный путь развития поэтому я учитываю своих расходах именно покупку нового комплекта резины даже для участия там и для тренировок для кубка и черноземья дальше ребенок вырос то что была у нас экипировка она вся уже мало комбинезон мал ботинки малы и так open card предлагает комбинезон арокс самый недорогой из всех это шесть с половиной групп я буду называть округленную сумму я не буду копейки там шесть с половиной и ботинки арокс 3000 то есть тем 30 тысячам которые у нас уже есть в пассиве мы прибавляем еще 1040 дальше какие работы на провести с картам а с провести в моем личном случае надо провести очень большие работы по той простой причине что скелет нашего карта был заводским браком первый же год его эксплуатации этот брак выявился значит конкретно что произошло отвалилась по заводскому шву скоба переднего кулака правого до правого кулака по заводскому шу просто отвалилась представляете то есть это был реально ржавый изнутри шов вот так серже делает свои машины то есть поначалу я удивлялся даже уходят углы этого колеса постоянно менялся развал в отрицательную сторону то есть проваливалась проваливалась и на одном из рязанских этапов кубка трон он просто отвалилась мы его приварили наспех но после этого уже так и не удалось выставить нормальные углы так и не удалось привести это чтобы это как-то стабильно держалась так или иначе в любом случае течение сезона у меня этот угол уходит 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 в этом месте постоянно идет изгиб поэтому я этот скелет выкидываю но выкидываю недалеко на его базе будет сделана зимняя машина и так уж получилось что раз требования технические класса ротакс мини предусматривают использование большого шасси 1040 я нашел в москве скелет маранелло 1040 32 труба за 10000 рублей 5000 рублей отдал предоплаты считаете 45 5000 еще предстоит отдать когда за ним поеду на этот скелет я буду перебирать все все что у меня есть на моей машине но ему на машине сашки то есть кулаки адресы там рулю колонку сиденья переставлять все это благополучно мы вам перестали я одну мы с ним вместе будем переставлять на новый скелет увеличивать базу что за собой волочек это изменение во первых нам нужно будет ось 50 взамен той 40 которая стояла на карте потом у этих рам той которая у нас сейчас это которую я буду покупать у них разные задние опоры подшипников значит ось получается четыре с половиной тысячи округляем получаем уже 50 опоры я не знаю я буду искать был я буду спрашивать у продавца продавцом является некий по известный чип персонаж под ником рс бирель который продает регулярно запчасти на 1 кубе к нему москву мы поедем за рамой я попробую у него найти опоры задних подшипников для этого шасси либо их придется тогда заказывать новые не знаю сколько они стоят даже не узнал вот задние подшипники соответственно на open карте обойдутся мне в две с половиной тысячи рублей ну будем считать что также 50 не буду увеличивать потому что мы там сильно округляли в положительную сторону задний бампер на том шоссе которое у нас сейчас есть он раздвижной детский я попробую померить его на взрослое шасси которое у нас получается но не знаю что получится потому что тех регламент увеличивают заднюю ширину на 80 миллиметров от 1280 до 1360 то есть не помню по моему задний бампер не до конца раздвинут попробуем его раздвинуть максимально и любом ездить с ним я не вижу в этом ничего страшного как бы не книги не написано что так нельзя делать но вот увидите полтинник ну любом случае то есть я попадаю практически на полтинник где есть резервы экономии то есть я могу купить диски дешевле не за 17 тысяч рублей два комплекта я могу купить например промовские диски задние не подсказали господа из владимира за что ему особо огромное спасибо то что можно взять диски 210 в sd-карт магазин интернет-магазине там они стоят полторы тысячи рублей за диск то есть это 6000 рублей 4 диска передние диски стоят 950 рублей но на них надо самому сверлить отверстие под стопора в принципе это несложно это я сделаю и вот получается что в принципе можно купить на 10 тысяч рублей два комплекта дисков и так значит мы вместо 17 тратим 10 вот то есть это получается 50 минус 7 43 тысячи рублей и вычитаем оттуда 7000 которые я выручил на продаже дисков детских которые были это еще 43 минус 7 36 36 тысяч рублей уже лучше да уже звучит забыл совсем забыл мотор ребил двигателя нужен то есть каждый сезон мы проводим ребил двигателя этого замена поршня замена подшипника замена всех прокладок плюсом еще воды но в этих требуем на могу установить проставку под цилиндр озвучу сумму которого в среднем обходится людям которые просто хотят отремонтировать мотор перед сезоном то есть средний ремонт двигателя с заменой поршня коннинговкой цилиндра и установка там новых всех прокладок подшипников коленвала находится где-то порядка 15 тысяч рублей но я грубо называют каждого стоит то есть может быть внутри оказаться все хорошо и подшипники например не пришлось не придется принять кому-то а вот там и шатун посинел и балансирный вал болтаться и помпы вал там еще и прочее многие моторы бывают очень сильно запущены в состоянии поэтому вот так то есть ну как короче я называл полкиник начале видео так он и входит это вот причем мы не ездим на какие-то мегагонки мы не участвуем в каких-то мегасоревнованиях просто ездить тут не черноземья по картингу и выезжаем иногда другая города какие-то и хотим быть первыми в этих гонках и сам класс обязательно мы хотим быть первыми самая главная задача наша потому что иначе зачем заниматься картинга ребенку взрослый может заниматься картингом для фана для покатушек как-то развлечься ребенок должен убеждать зачем иначе ездить в карте до свидания дамы и господа подай кто-нибудь кто сколько может